Через несколько минут игрок на EBR 105 сделает поступок, за который ему потом будет реально очень стыдно. Внимательно смотрите и никогда это не повторяйте потом. Сейчас просто наблюдаем, куда же он поедет и какую позицию займет, и что из-за этого случится. Начинается бой довольно интересно уже с самого начала, но пока вы даже не подозреваете, до какой ерунды додумался этот пацан на EBR. Видим, что в чате с первых минут арта написала привет днари, наш герой ему ответил и сообщил свой план на бой, что он светит сейчас арту и быстро улетает в ангар. Потом 10 раз написал в ангар в ангар, написал, что еще светит арту. В общем, все уже подняли, союзники там уже начинают обзывать друг друга, готовятся к быстрому сливу, но будет ли оно так, сейчас увидите. Заметьте сейчас, какую интересную позицию занял наш герой сначала. Это не самое веселое в данном бою, но тоже стоит на это обратить внимание. И тот факт еще, что даже когда противники уже близко-близко к нему подставляются, если бортом выезжает, можно было бы зарядить кумулятив с пробитием 240, в принципе, не так плохо, и отписать ему снарядик в борт, возможно, бы залетело. Хотя не факт. Но, тем не менее, наш герой сдерживается, занял кусты, упорно дает просто свет, хотя пока результативной игры мы от него не видим. То есть, да, он свет дает, но союзники-то, посмотрите, уже близко подкатились совсем вплотную к врагам. То есть, вероятность, что именно по нашему засвету сейчас огонь нулевая. Да и видим, что моды показывают, что 90 всего засвета у нашего героя, поэтому нужно что-то предпринимать. А куда я бы сейчас обратил внимание на колесники? Проезжать, врываться вперед очень рискованно, потому что там крайне мало пространства для маневров, фактически нужно выезжать на вражескую базу, и, возможно, Бабаха отпишет нам свой драгоценный подарочный снаряд. А вот на базе у нас могут начаться проблемы, потому что вот такой раж по одному из флангов, когда довольно много танков приехало на одно направление, скорее всего будет сказываться тем, что на другом, то есть городском вот здесь направлении у нашей команды, наоборот, серьезные проблемы. И учитывая, что у нас еще целых три СТ на центре, здесь, скорее всего, на правой части миникарты, на нулевой линии у противников в городе гигантское количество танков. Чем это может закончиться? Очень часто на вот этой карте Ласвель происходит такая штука. Почему-то именно верхний респ, я заметил, чаще продавливает через ущелье по левому флангу, по второй линии. И подкатывается вот сюда, поджимается под вражеский респ. Но, опять же, здесь очень легко задефаться. Во-первых, в квадрате К2 может стоять СТ, которая будет откидывать издалека, или ПТ, которая будет выезжать. И, во-вторых, у вражеских тяжей имеется преимущество высоты, поэтому они сверху вниз будут пробивать шляпы башен. Того же ИСа-4 спокойно шьют. Ту же Ягу Е100, у нее командирская башенка, вот эта, которая слева находится, маленькая, абсолютно видна. И, опять же, это все сказывается в этом бою. Очень часто вот этот раж, вот это давление по ущелью с верхней стороны карты, оно обламывается. И, фактически, бой из этого переходит в слив. Так и случилось. Противники достаточно небольшой силой разобрались здесь со всеми нашими союзниками. При этом, учитывая, что у них преимущество в городе, и счет уже становится 3-7. И, фактически, буквально за 4 минуты бой перетекает в стадию уже добивания. Но согласен ли с этим наш колесник? Ребят, все еще держите в голове то, что я говорил вначале, и что наш герой совершит совершенно странный поступок, за который ему будет по-любому очень сильно стыдно потом. Смотрим. Счет 4-8. Откатываемся назад. У нас противники уже близко-близко к базе подобрались. Сейчас пересвечивать начнут ГВЕ арту, которая там заныкалась, и две остальные арты, я думаю, тоже на очереди. Наш герой решает, решается даже, на очень рискованное действие. Противники давят по ущелью, и фактически он в одиночку здесь пытается сдерживаться. Потому что Проджетта вроде бы приехал сюда нам помогать, но больше его внимания на вот это давление со стороны города. Откатываемся назад, потому что понятно, что дальше стоять в тех квадратах уже нет смысла. Скорее всего, на нас сейчас просто будут упарываться, а против двух-трех танков, понятно, что закручивать сразу несколько машин колеснику очень тяжело. Счет 7-9. Противники, как я и говорил, уже спокойненько через город пролетели к нам на базу, и сейчас будут вырезать артиллерию. Да, арте уже не сладко. Но, тем не менее, немножко мы разрыв в счете сократили. Было 3-7. Разрыв был в 4 ствола. Сейчас всего 2 орудия на 2 танка у противников больше. Учитывая, что у нас забрали 1 артиллерию, тоже в этом плюс. То есть по обычным танкам не арте у нас меньше всего на 1. Здесь уже зависит от того, как же сыграет наш колесник. Потому что такая первостепенная задача, это даже первостепенное правило, которое позволяет вам реально нагибать на колесе, это доживать до вот такой стадии боя. Когда разрыв в 2-3 танка, когда противников уже осталось немного. Понятно, что в одиночку там против 10-15 врагов сделать ничего нельзя. Но вот когда врагов остается 3-4, колесник может делать такую грязную вещь. Вылавливать каждого врага в одиночку и закручивать. Потому что вот эта нереальная динамика позволяет этой машине закручивать в лоб даже эстехи. И сейчас мы видим, что наш герой фактически-то разводит Проджетта 65-го. Да, здесь не без помощи артиллерии, которая отрабатывает по его засвету. Но тем не менее, опять же, посмотрите, сейчас Проджетта мог бы отписать нам снаряд, но чисто на реакции и на той быстрой динамике он выехал из-за угла настолько резко, что Проджетт фактически не успел даже на это среагировать. 9-11. Нужно сейчас ехать либо за вражеской артиллерией, либо спускаться на сторону города, где союзный объект 430У пытается сражаться с вражеской давкой. Но тем не менее, два ствола разрыв продолжаем сокращать, и шансы все еще остались. Занимает зачем-то непонятную позицию, высвечивается впереди фуловый Маус, и фактически Маус для Колесника это кусок мяса. Потому что достаточно, что сделать? Нужно выманить его на более-менее открытую дистанцию. Вот здесь, на узком коридоре, в вот этом ущелье, очень сложно будет с Маусом сражаться, потому что он тупо, блин, возьмет какой-то границы, прижмется к какой-то скале, и хрен мы его там закрутим. И все-таки начнет раздамаживать. Вот сейчас задача нашего героя выманить Мауса хотя бы на захват нашей базы. Что тогда надо будет делать? Просто сблизиться с ним, плевать, получим один дамаг, и крутить. Дальше Маус без шансов. Вот он будет на достаточно массивной базе, пока он доедет до границ, пока подошмется, если он вообще начнет это делать, если начнет просто на месте крутиться и тупить, то мы его разберем. К тому же там можно постоянно вставить на гусеницу и просто не дать ему к этой границе карты поджаться. 9.11. В это время у нас на базе небольшое затишье. Еще, кстати, одна артиллерия в бою. Это ГВЕ сотая. Чудо, как ей удалось выжить. Видим, что вражеский Маус. Вообще интересно, как, блин, Маус за 9 минут боя смог сохранить почти все хп. Ну реально, почти фуловый, и то, по-моему, он вообще был фуловый, это мы его сейчас с командой начали только что раздамаживать. Проезжает Маус вперед, выезжает на 430У, у которого 97 хп, и тот фактически даже не имеет возможности танкануть. Вот сейчас минус нашему герою. Ему нужно ехать танковать Мауса, и да, наконец-то он это делает. Выезжает на Мауса, есть пространство. Маус едет не в ту сторону границы. Ему нужно было вот сюда, налево, вот сюда, поджиматься к углу. Тогда был бы шанс. И вот он это сейчас начинает понимать, но уже поздно. Мы сняли ему ощутимое количество хп, заходим в задний. Ну блин, броня не пробита, подкалиберы со 190, даже сзади не дают ничего. Нужно переходить на кумуле, но у нас всего 5 кумулятивных снарядов. Даем еще одну альфу Маусу. Он выкатывается на объекта 430У, и объект ошибается. Он вроде бы сейвился от Мауса, но забыл, что у противников еще 3 артиллерии. Поэтому неправильно выбранная позиция сейчас приводит к тому, что мышь разбирает одного из последних наших союзников. К тому же в ангар отправляется артовод, и наш герой остается вдвоем с союзным 430У. Ой, как сильно прыгает, рискованная амортизация, довольно неплохая на колесах. Проезжаем на вражескую базу, засвечивается 2-6-1. Нужно сейчас четко добивать. Есть! Но мы в засвете. Две других арты уже готовы встретить колесника своими фугасами. В это время Маус на базе добирает последнего союзника. Мы отправляем в ангар Бачата. Тут же за углом стоит ГВЕХ, а она промахнулась по нам. Нужно сближаться и просто добивать. Арта пугает своим грозным видом. Только одним взглядом уже просто все колеса содрогаются у нашего пацана. В этот момент начинается захват базы, и... Мы добираем ГВЕ100. И вот сейчас, ребят, самое время вам узнать, в чем же будет вот этот стыдный просто поступок героя. Что же он сделал или сделает не так, увидите. Вот сейчас, в течение следующих минут, внимательно смотрим. А я, ребята, буквально на минутку-другую возьму рекламную паузу, расскажу вам про розыгрыш золота, покажу победителей, и мы сразу же вернемся. Ребят, сегодня мы на сайте воткид.ком для того, чтобы пооткрывать кейсы, выбить для вас еще голдишки, раздать подарки победителям и анонсировать новый розыгрыш золота. После игры сразу же вернемся к финалу боя на колеснике и узнаем, в чем же стыдность его поступка. Итак, давайте откроем пару кейсов, посмотрим, что же мне сегодня выпадет. И пока я открываю, хочу вам показать победителей нашего супер розыгрыша золота. Каждый из них получает по 5 косарей голды, по 5 тысяч, вот их комментарии, сайди от ВКонтакте, под прошлым роликом, где мы играли на воткид, они их оставили, поэтому вот так вот. В этом видосе, ребят, будет огромный розыгрыш, 10 тысяч голды на двоих. То есть тоже два победителя, каждый получит по 5 косарей. Для участия вам нужно подписаться сейчас обязательно на канал, поставить лайк этому видео, очень важно, жмите лайк, включить колокольчик в режим все уведомления, как это сейчас показано на экране, вот внизу слева, а также оставить комментарий с вашим ID от ВКонтакте. Постарайтесь по возможности, можете с игровым ником тоже, но желательно именно ID от ВКонтакте указать. Участвуйте, забирайте призы, а мы давайте узнаем, какие же премтанки мне сегодня выпадут. Сейчас откроем еще один главный кейс, мне выпадает Т-92, и давайте откроем несколько других разных кейсов для разнообразия. Откроем кейс с танками, хочется, ребят, напомнить, что на воткид прямо сейчас проходит раздача 5 тысяч золота, вот она, ссылочка на воткид, я оставлю в закрепленном комментарии к этому ролику, обязательно придите и поучаствуйте в ежедневной раздаче. Также хочу напомнить, что сейчас на главный кейс скидка 33%, е-мое, еще один премтанчик мне выпадает, и вы можете по хорошей скидке, давайте кейс с золотом еще один откроем, по хорошей скидке открывать главный кейс, пишите, она до конца месяца, у вас осталось буквально 2 дня, а если вы при пополнении счета еще введете промокод бомбилка, мне 5 косарей выпадут, да как же везет сегодня. Вот, кстати, при пополнении счета вот этот промокод бомбилка вводите, он даст вам фактически 15% бонус, но я суммирую это со скидкой, ну почти то же самое получается, что скидка, и получается фактически под 50% скидон на главный кейс, ребята, дешевле 99 рублей, спишите прямо сейчас по ссылке в закрепленном комментарии. Ну и жмите лайк, для того, чтобы участвовать в розыгрыше золота, видите, у меня сколько много голды, поэтому под этим роликом тоже классный розыгрыш будет, ну а мы откроем еще парочку кейсов и вернемся сейчас к ролику. Ну буквально, досмотрите, сейчас 20 секунд, и возвращаемся, узнайте, что же будет с тем самым Маусом, куда же поехал наш колесник, и что же он такого сейчас сделает. У меня тут еще одна бесплатная игра осталась, ну и тут немножко лишнего осталось, ну ладно, в следующий раз меньше пополнять. Так, 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 кстати, здесь есть еще и бесплатный кейс, можете зайти заценить. Прямо сейчас, зайдите, проверьте, его там можно точно открывать. И еще СТРВС-1 выпадает, 11 косарей голды, е-мое, ребята, спешите по такой скидке, ну а мы возвращаемся к ролику, ссылку на вот кит, вы помните где. Погнали дальше. Возвращаемся на карту Ласвель, где ЕБР-105-й уже на полном ходу. Летит на сбитие базы, и казалось бы, что сейчас надо сделать? Просто сблизиться с Маусом. С Маусом плевать, мы получим одну альфу. Плевать две даже. Нашего героя есть ХП. Тем более вот сейчас мы разводим Мауса на выстрел, и нужно ехать, получать дамаг. 36 секунд, смотрите, что он делает вместо этого. Он заезжает за домик, зачем-то тянет время, может быть, сейчас поедет. Нет, он начинает тянуть и пытаться издалека, походу, сейчас будет стараться выцелить Мауса. Зачем? Сближайся, сближайся, дурачок. И, выцеливая в НЛД, не проходит дамаг, фугас, не сбивает базу, но Маус чисто спрятался за вот этим центральным сооружением на базе. Вот, наконец-то, наш герой рискует, наконец-то, выезжает, но времени уже нету, приходится стрелять в НЛД, потому что читанные секунды до захвата базы. И вот так вот, блин, обидно. Такой глупый поступок совершает, не сблизившись раньше с Маусом, потеряв секунды, и в конце разбивается об тяжелую броню немца, и бой слит. Итоги перед вами, жмите лайки, ребят, обязательно два других ролика тоже перед вами. Вот так бывает в игре. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok